История 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 этого военного похода из Самарканда была наша Самарская земля, и об этом разные историки имеют разные мысли. Лично мое мнение такое, что Эмир Тимур решал сразу несколько задач этим походом. Вы должны понимать, как трудно провести армию, даже современную, пешим строем вот сегодня 3,5 тысячи километров. Именно такова дистанция между Самаркандами и нашей Самарской землей. И, конечно, он выбрал самый длинный путь, который теоретически мог бы пролегать от Самарканда до Самары, но он был наиболее легкий с точки зрения провизии. Армия вышла в конце февраля из Ташкента, прошла до гор в Казахстане Улытау, то есть они сумели еще в весенний период пройти эти степи засушливые, солоноватые. Дальше дошли до Табола в Сибири, повернули через Оренбург к нам. Вот такой длинный путь. Поэтому, наверное, это было намного проще. Это в каком-то смысле объясняет, почему они не пошли в столицу Золотой Орды, а в Сарай. С другой стороны, у нас здесь в Самаре пересекались два торговых пути. Один из Великой Перми, как раз в Сарай. А с другой стороны, шел самый северный торговый путь из Китая в Европу. И, естественно, этот караванный путь единственный, который не проходил по землям Эмира Тимура. Естественно, это были потерянные доходы в его понимании, как я думаю. И, собственно говоря, две вот этих цели, они были такими доминантными. То есть решить вопрос с самим переходом, и второй вопрос – получить какие-то привилегии для Эмира Тимура. Другой момент надо помнить, что у хана Тахтамыша армия была мобилизационной. То есть, когда происходило какое-то военное событие, то они просто из населения набирали воинов по своей монгольской традиции и, собственно, шли воевать. И у Мира Тимура, современным языком говоря, была профессиональная армия. То есть, это наемники, которым надо было платить. Волжская Булгария, конечно, даже являясь улусом Золотой Орды, это было богатое место. Добычи здесь, конечно, было много, чтобы со своим войском рассчитаться. Это была, конечно, третья причина, как я думаю. Ну и четвертая, самое главное для Тимура, это было обезглавить Тахтамыша с точки зрения войны. Вряд ли у него была задача убить Тахтамыша. Собственно, это и произошло. Нам, людям, живущим в 21 веке, спустя более чем шесть веков, абсолютно повезло с исторической точки зрения, что это событие описано в летописях, которые писались именно при жизни Эмира Тимура. Первая книга, она называется «Зафар Намэ», «Книга побед». Писал ее Перс Низамаддин. После эта летопись дополнялась, но это все люди времени Тимура. Вот Низамаддин конкретно, его пригласил сам Тимур, и поэтому все, что написано в его летописи, можно доверять с высокой степенью, понимая, что, конечно, писал придворный летописец и где-то что-то приукрашивал. Со стороны монголов подобных хроник не осталось. Но сегодня мы знаем, что битва была в месте под названием Кондурча, и никто, в принципе, не сомневается, что под Кондурчой имеется в виду именно река, расположение которой вряд ли изменилось за 600 лет. И поэтому мы с высокой долей вероятности знаем, где и как эта битва происходила. Надо отметить, что военный генерал, еще из российской армии, Михаил Иванин, как военный специалист, который служил при штабе российской армии, подробно описал эту битву и поход Тимура с военной точки зрения. Это тоже уникальный документ, который все, кто изучает эту тему, я рекомендую познакомиться. Очень важно понять одну, очень важную деталь. Многие современные историки и наши земляки самарские пытаются найти точное место битвы. Вот как раз Иванин написал, пожалуйста, не ищите дорогу, которой шел Тимур, не ищите место, где эта битва могла состояться. Если говорить о дороге Тимура, то это было три колонны, каждая шириной 300 метров, то есть ширина вот этой дороги километр, если иметь в виду, что эти колонны шли вплотную друг к другу. То есть это как саранча шла, то есть все съедая, вытаптывая и так далее. Вероятно всего там было около 5 миллионов лошадей, куча скота, и кроме вот этих 360 тысяч воинов там еще была прислуга, помощники и так далее. То есть около миллиона человек. С моей точки зрения, наверное, нужно считать полем битвы, собственно говоря, от Оренбурга до современного Булгара. Потому что первые стычки начинались авангардами Тимура, с какими-то засадными войсками от Тахтамыша. Но нужно понимать, что авангарды у эмира Тимура были по 20 и 30 тысяч воинов. А максимальное количество воинов, для понимания, в Руси того периода было около 5 тысяч воинов. То есть это на самом деле была масса сражений. И они подробно в летописи описаны. Генеральное сражение, о котором мы традиционно говорим, и которое датировано очень точно, 18 июня 1391 года, один день. Мы знаем, в каких условиях это проходило. Накануне шел дождь, и там всякие очень красиво это все красочно описаны. Но опять нужно понимать, что ширина фронта, скорее всего, была от 5 до 10 километров. Глубина фронта была не меньше 2 километров. Не глубина фронта, а вот построение самих этих войск. И с точки зрения военного искусства это очень интересно. Не было же ни рации, ничего. И управлять вот такими войсками во время битвы очень сложно. Некоторые считают, вот где-то кто-то уронил у Тахтамыша знамя. И это было сигналом для отхода. У Тахтамыша, конечно, было предательство. Об этом он сам писал к польскому королю Егайло. Но это опять военная и политическая хитрая Семира Тимура, который сумел в свое войско включить бывших военачальников Тахтамыша, которые с ним поссорились. И он, конечно, сделал определенные, если может, как диверсии в войске Тахтамыша. Но это все военные тактики, военные хитрости. О битве можно говорить долго. И, наверное, вряд ли стоит говорить сейчас. Но очень важно понять, что эта битва была величайшей. Она заранее готовилась. То есть некоторые говорят, особенно казанские историки, о том, что Тахтамыш не успел подготовиться к битве, потому что он ничего об этом не знал. Но в летописях написано, что послы от Тахтамыша были в Самарканде и у Тимура. То есть Тахтамыш, безусловно, знал за полгода до битвы о том, что такой поход готовится, во всяком случае. И, конечно, была возможность ему подготовиться. По времени была. Я, наверное, при другом случае могу более подробно рассказать об этом всем. О событии самой битвы, как это проходило. Может быть, когда-нибудь удастся снять документальный или художественный фильм на эту тему. Будет что посмотреть. Другой вопрос, на который тоже нет однозначного ответа. А какое место эта битва занимает вообще по отношению к российскому государству? Некоторые говорят, ну это же монголы с монголами воевали. Ну не совсем монголы и не совсем с монголами. Армия Тахтамыша, на самом деле, она уже, конечно, включала в себя самые различные народы, включая, безусловно, русских, литовцев, поляков и так далее. Армия Тимура, конечно, в себе включала самые разные народы, им покоренные. Ну и все хотели зарабатывать просто. Поэтому это была в каком-то смысле битва народов, если так вот сказать. Но, то есть, нельзя рассматривать, что один народ воевал с другим народом. А просто это совершенно были, наднациональная такая битва, были два полководца, которые решали свои проблемы. Если верить источникам, то в этой битве погибло не менее 200 тысяч людей. Я думаю, реально это намного, намного все было печальнее и страшнее. По крайней мере, в летописи написано, что воды Волги окрасились в красный цвет, потому что сзади были сабли Тимура, а впереди была Волга. Тогда пленных не брали, скорее всего, большинство воинов Тахтамыша погибли или кому-то удалось спастись. Сам Тахтамыш бежал. Другой вопрос, участвовал ли князь Василий I в этой битве. Мне удалось с помощью Гумилева, его подсказки найти в Никоновской летописи, что все-таки князь Василий I участвовал в этой битве. Если это действительно так, и историки согласятся с этим предположением, то эта битва, конечно, имела очень серьезное влияние на ход развития российского государства. Вы можете окунуться в историю Дмитрия Донского, Василий I его сын. Он был в плену у Тахтамыша после московской битвы 1382 года. В общем, отношения были не самые безоблачные, но, тем не менее, московское княжество было вассалом хана Тахтамыша, и вряд ли князь Василий I мог отказаться от участия этой битвы. Другое дело, что в истории мы знаем, что за полгода до этой битвы, в январе того же года, он женится на единственной дочери князя Витовта, литовского князя. И таким образом, как бы, получает такое двойное плечо. С одной стороны, бывший враг литовского княжества, ну, хотя бы временно становится его опорой и плечом, но, тем не менее, он мог, и по всей видимости, сказал хану Тахтамышу о том, что он не мог привезти сюда войско, но пришел просто сам со своей дружиной князя, потому что надо еще и рубежи западные московского княжества охранять. По крайней мере, такая тактовка Гумилева. Я думаю, что, скорее всего, большую роль в этом походе сыграла русская православная церковь, потому что, как вы помните, на Куликовское сражение Дмитрия Донского благословил Сергий Радонежский. Сергий Радонежский был жив во время сражения на Кондурче. Он умирает на следующий год, в 1392 году. С другой стороны, к власти митрополии приходит святитель Киприан, тоже со сложной своей судьбой в лоне русской православной церкви. Но, скорее всего, именно он подсказал князю Василию Первому, как себя стоит вести. Нужно помнить, что князь Василий Первый был достаточно молод во время этой битвы. Но, тем не менее, хан Тахтамыш был разбит полностью, но остался жив. Конечно, он понимал, что рано или поздно с Эмиром Тимуром они сойдутся еще раз. И это случилось 4 года спустя на Тереке. Но ему были нужны срочно деньги, чтобы собирать новое войско. Этим моментом, как я полагаю, воспользовался князь Василий Первый. И на следующий год, после битвы, в 1392 году, без всякой битвы, скорее всего, наверное, при участии каких-то денежных взносов, он получает ярлыки на Нижегородское княжество, Моромское княжество и другие. И если посмотреть на карту Московского княжества до 1391 года и на карту 1392 года, то мы увидим, что территория Московского княжества увеличилась на 40%. И, по сути, с моей точки зрения, мы можем сказать, что именно Василий Первый начал собирать русские земли, а не его потомок Иван Третий, как обычно принято считать. И я думаю, это большое поле для исследования историков, чтобы еще раз вернуться к этому вопросу истории битвы на Кондурче. И мы можем сказать, что последствия битвы таковы. Золотая Орда окончательно была разрушена, она больше никогда не восстановилась, той, которая была после 1380 года. После этого русское княжество получило свою и военную, и территориальную мощь, и больше уже Москва никогда, в принципе, даже при набеге Едыгея, уже не была в том положении, как при набеге хана Тахтамыша в 1382 году. Основные причины похода эмира Тимура, их четыре. Первый – это самый оптимальный путь для вести войско эмира Тимура против хана Тахтамыша, вот таким обходным маршрутом. Второй очень важный момент – это разбить военную мощь хана Тахтамыша и обезопасить территорию государства Маверанахара эмира Тимура от набегов хана Тахтамыша. Третья причина – получить контроль за северным торговым путем, который ранее был Тимуру недоступен. И четвертое – это, собственно говоря, получить богатую добычу, что просчитаться со своим войском. Вот, собственно говоря, четыре главных причины. Очень интересно, что к теме Тимура вернулись спустя столько лет. То есть, как я уже говорил, впервые об этом специально начал заниматься и говорить генерал-лейтенант российской армии в XIX веке Михаил Иванин. Но самое поразительное другое – то, что в 30-х годах прошлого столетия к этой теме неожиданно обратился Иосиф Сталин. Изучив историю жизни Тамерлана, Сталин назвал его избавителем мира от монголо-татарского ига, самолично сделав пометку в только что изданном учебнике истории. С легкой руки Сталина такое объяснение истории стало хрестоматийным. Отныне перед учеными-историками стоит задача – найти материальное подтверждение победы Амира Тимура над Золотой Ордой. Я могу сказать абсолютно фантастическую идею. Как вы знаете, Тимур переводится как «железный». Тимур, если говорить на его языке, а Сталин, имея фамилию Джугасвили, становится Сталином. И здесь есть некая такая вот корреляция. Тем не менее, вероятно, историки ему рассказали о том, что в летописи Амира Тимура написано, что когда он проходил гору Улытау, то он по монгольской традиции оставил камень с памятной надписью об этом походе. А Михаил Иванин, который исследовал эту битву, конечно, этого камня не видел. В летописи упоминается только о чем надпись на этом камне и почему, собственно говоря, он... Эта надпись гласит. Так вот, интересно, что ровно через три месяца после того, как Иосиф Сталин сказал, что этот камень представляет интерес. Камень нашли в идеальном состоянии, потому что он из вулканической породы и не подвез никакой эрозии. В очень хорошем состоянии сохранились две надписи. Одна на чагатайском языке, это основная надпись, достаточно длинная. И вторая надпись, короткая, на арабском языке. Считаю, что та, которая на чагатайском языке, ее писал профессиональный каменотез, то есть каллиграфически все хорошо сделано. Надпись на арабском языке, как выяснилось, это цитаты из Корана. Их писали уже быстрее. И вот, собственно говоря, эта тема неожиданно получила большое развитие. Камень этот доставили в Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге. И все, у кого есть желание, могут с ним посмотреть. Я надеюсь, что и мы, самарцы, сможем этот камень увидеть у себя. Например, в музее Алабио. Так вот, о чем эти надписи? Ее расшифровывали, вы не поверите, 50 лет. Даже больше. Последние к этой теме обратились в Казани в 2006 году, когда этот камень перевозили в Казань на открытие филиала Эрмитажа. Так вот, даже прочитав эти две надписи, можно без всяких летописей понять, почему эта битва была, куда он шел, сколько было войск. Первое, что он написал. Вот если использовать арабскую надпись, то есть фразами из Корана, я говорю это коротко, написал, это не война против народа булгарского, и народ должен запомнить меня в веках. Это война против деспота Тахтамыша. А на чехотайском языке там уже написано конкретно. Я султан Турана, вот той страны, несуществующей, которую он хотел построить, эмир Тимур, иду с 300-тысячным войском против булгарского хана Тахтамыша во знамя ислама. Это, вот это очень важное, слово булгарский хан, конечно, подверглось сомнению в Казани, они считают, что это непокорный хан, там неправильно прочели, но это вопрос опять лингвистов. А вот знамя ислама очень важный момент. Как вы знаете, эмир Тимур, это просто военачальник, у него был подставной хан Махмуд, и эмир Тимур шел с его как бы ярлыком на эту битву. То есть он в его понимании шел защищать ислам. Это очень важный момент, который мы должны помнить. Вы можете найти достаточно много каких-то исследований, которые местные краеведы наши проводят, самые различные. Поэтому надо заметить, что наш земляк из кошек Сергей Арнольд вообще получил награду в Узбекистане в далеком 2009 году школьник за то, что он опубликовал в журнале «Наука и жизнь» его видение этой битвы. Найдите, почитайте, будет интересно. Конечно, сегодня его мнение изменилось, но тем не менее Александр Апарин искал место битвы, как и многие другие. И он обнаружил при слиянии рек Кандурчай и Сок поперечный ров, который соединяет эти две реки при слиянии. Длина этого рва, который и сегодня сохранился очень хорошо в районе между деревнями Качкари и Малой Каменкой. Любой из вас может его посмотреть. Получился такой достаточно большой треугольник, где, по нашему мнению, я с Александром абсолютно согласен, мог разместиться, вот этот лагерь Тимура. И он на высоте, там местное, некоторые называют это место Алтай-гора, поставил камень из гранита с памятной надписью, что вот в этом месте был лагерь Эмира и Тимура. Место, конечно, уникальное, всем рекомендуют туда съездить, особенно рано утром, когда солнце встает, там невозделанная луга. И полное ощущение, что вот сейчас эти люди из тех далеких лет, шесть веков назад, вот сейчас они встанут, или вдруг послышится лязг этих всех их доспехов. Место удивительное. Но, тем не менее, на мой взгляд, если говорить о битве в целом, то лагерь Тимура мог быть в этом месте при слиянии Сока и Кондурчи, которое показал Александр Апарин. Ставка хана Тахтамыша могла быть в кошках, что и топоним совпадает. А сама битва, начало битвы генеральной, где-то посередине между кошками и Красным Яром, если так вот грубо говорить, или Качкарями конкретней, здесь достаточно мест, где такая битва могла начаться. Я почему говорю начаться, потому что, по общему мнению, поле боя простиралось на 200 километров в сторону Большого Черемшана. Сегодня вы можете встретить на нашей Самарской земле памятный камень из гранита, на котором есть надпись мраморная о том, что здесь находился лагерь Эмира Тимура и даты, собственно, этого нашего сражения. Камень этот установлен на высоте Алтай, недалеко от села Качкари, рядом с Красным Яром. И поставил этот камень Александр Апарин несколько лет назад. И причиной того было предположение, что именно этот лагерь мог здесь размещаться при слиянии рек Кондурчай и Сок, поскольку их, с одной стороны, обрамляет еще и поперечный ров. Поперечный ров был традицией всегда огораживать лагеря войска Эмира Тимура. Ров этот сохранился до сих пор, и это дает все основания предполагать, что это действительно так. Более того, на всех дорогах стоят указатели, где этот камень расположен. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова